Всем привет, друзья! Готовы узнать новости ММА? Сегодня в выпуске. Хабиб рассказал, что Дана Уайт не перестаёт пытаться вернуть его в октагон. Дана Уайт обвиняет менеджера Фрэнсиса Нгану Маркеля Мартинса в срыве боя с Дереком Льюисом. Тот отвечает ему. Сирил Ганн готов драться с Фрэнсисом Нгану. Дастин Порье прервал молчание перед третьим боем с Коннером Макгрегором. Лобов назвал своего победителя. Приятного просмотра! Это будет мощный выпуск. Погнали! Хабиб рассказал, что Дана Уайт не перестаёт пытаться вернуть его в октагон. Несколько недель назад мне позвонил Али Абдалязиз и говорит. Ты знаешь, что мне сказал Дана Уайт? Почему Хабиб никогда не спрашивал меня, сколько денег я могу предложить за его возвращение? Я спросил у Али Абдалязиза. Это вопрос ко мне через тебя? Он ответил нет. Да, она просто интересуется. Среди болельщиков этот вопрос вернётся или не вернётся уже утратил свою силу. Многие уже смирились с тем, что чемпион ушёл в отставку. Но всё-таки есть и такие, кто надеется до последнего. Послушайте, это действительно интересно. Я выбрал эту дорогу. Я сказал и сделал всё, что хотел. Я принял решение, однако Дана Уайт не сдаётся. Даже не Дана, а вся штаб-квартира UFC в Лас-Вегасе. Они считают, что я завышу свою цену или подготовлю фундамент для будущих переговоров. Я верю, что со временем они поймут сделанный мной выбор, говорит Хабиб. Если кто-то любит выстраивать логические цепочки, то вот вам повод для размышлений. В нескольких последних интервью Хабиб Нурмагомедов заявлял, что скучает по поединкам и многим другим моментам жизни профессионального спортсмена. Я думаю, что Хабиб не вернётся в UFC даже ради денежного поединка. А как думаете вы? Дана Уайт обвинил менеджера Фрэнсиса Нгану Маркеля Мартинса в срыве боя с Дриком Льюисом. Тот ему ответил. Дана Уайт. Этот чувак полон дерьма. Точно знает, что происходит. И после выхода этой новости совершенно не шокирован. Потому что мы ему несколько раз говорили, что введём временный титул, если он не изменит своё отношение к делу. Менеджерский состав команды Нгану некомпетентен. Надеюсь, Фрэнсис начнёт искать новых людей, которые будут заниматься продвижением его карьеры. Маркель Мартин. Полный шок от вашего решения. Особенно после того, как мы заявили о готовности провести бой в сентябре. Полный шок от того, что вы, ребята, начали угрожать мне. Полный шок после того, как вы узнали причину, из-за которой Фрэнсис попросил перенести этот бой. Если честно, я даже не злюсь. Я просто впечатлён тем, как привлёк ваше внимание. Вы говорите «некомпетентное руководство». Я думаю, что мы очень хорошо поработали. Считаю, что вам просто не нравится тот факт, что Фрэнсисом занимается агентство, которым вы не можете руководить и контролировать. Вот почему ваши люди постоянно пытаются поставить нас в неловкое положение. Что я сейчас могу сказать? Давайте просто раскроем все детали нашего сотрудничества людям. Электронные письма, телефонные звонки, текстовые сообщения. Другими словами, всё, что имеет отношение к делу. Я готов и не боюсь попасть в чёрный список UFC. Как вам такой поворот событий? С уважением, ваш старый сотрудник Маркель Мартин. Дерек Льюис и Серил Ганн разыграют временный титул на UFC 265 в Хьюстоне. Действующий чемпион в тяжёлом весе Фрэнсис Нгану не станет участником следующего титулового поединка в своём дивизионе. А Дана Уэйт советует Нгану сменить менеджера. У Фрэнсиса есть давняя мечта начать выступать в боксе. Если Фрэнсис действительно хочет выступать по боксу, то ему следует оставить ММА пока ещё совсем не поздно. Пока он ещё не стар. В ММА он достиг всего, чего хотел. Побил лучших, привлёк внимание многих людей и стольких топовых боксёров, что чуть ли не каждый бросал ему вызов. Мне кажется, что если всё и дальше так пойдёт, то шансы на то, что мы увидим Фрэнсиса в боксе, очень большие. Серил Ганн, третий номер рейтинга тяжеловесов, говорит, что его не смущает тот факт, что, возможно, за титул ему придётся драться со своим бывшим одноклубником и спарринг-партнёром Нгану. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы подраться с Фрэнсисом. Мне не хотелось драться с ним раньше, но теперь это бой за титул, так что я вполне комфортно чувствую себя в этой ситуации. Если мы будем драться за титул, это будет хорошо для нас, нашего тренера и нашей команды. Ещё один спарринг Нгану и Ганна. Как думаете, переиграет ли Ганн Камерунцы, или же будет вырублен Фрэнсисом, как все остальные? Очень интересно, что Серил Снгану будет делать. Можно было бы посмотреть ещё поединок его с Меочичем, кстати. А Волкова хотелось бы увидеть в поединке с Розенстрайком. Пишите, согласны, нет? А мы двигаемся дальше. Дэстин Парье прервал молчание перед третьим боем с Коннором Макгрегором. Состоится он 11 июля в рамках UFC 264. Я собираюсь снова остановить Коннора. Можно иметь все деньги в мире, но вы не купите на них мужество, которое у меня есть. Все мои болельщики и фанаты спорта знают. Когда Дастин Парье дерётся, насилие выходит вместе с ним в октагон. Я опасный человек. При первой же возможности нанесу вам ущерб. С нетерпением жду бой с Коннором. Мою руку снова поднимут, я буду драться за чемпионский пояс. Дэна Уайт пообещал, что победитель трилогии станет главным кандидатом на бой с действующим чемпионом. Оливейро уже заявил, что готов нокаутировать Макгрегора и Парье. Я никогда не выбираю соперников и всегда готов к поединку. Это два больших имени в нашем спорте. Все понимают, что бой с Макгрегором – это всегда большие деньги. Парье не такой денежный, но они оба прекрасные оппоненты. Я буду готов. Я верю в свои навыки джиу-джитсу против любого из них. Но что-то мне подсказывает, что я нокаутирую их обоих, если буду драться с ними. Я это чувствую, сказал Чарльз Ульейро. Никогда не можешь быть уверенным, что нокаутируешь ты, а не тебя. Это такой тяжелый спорт, и здесь все не так, как может показаться на первый взгляд. Ульейро это должен понимать. Артем Лобов дал прогноз на третий поединок Макгрегора с Парье. Он уверен в том, что Конор нокаутирует соперника в первом раунде. Согласны ли вы с Артемом в том, что Конор нокаутирует Дастина? Напишите ваше мнение. Теперь вы знаете самые интересные новости. Присоединяйтесь к просмотру новых роликов скоро. Совсем скоро выходит новый видос. Играем по-крупному. А мы с вами увидимся в новых выпусках. Всем удачи и только хороших новостей. Пока. Продолжение следует.